Пожалуйста, прочтите этот текст. Кстати, после этого ролика посмотрите первую и вторую часть про Момо, ссылочки в описании. Ты хочешь узнать мою историю? Как я так устала? Тогда слушай. Короче говоря, история Момо. Всё началось давным-давно. Я была самой обычной девочкой. Я любила косметику, как все девочки. Делиться секретами со своей лучшей подругой. Рисовать и читать книги. В тот день, когда всё изменилось, я тоже читала книгу. Пока не обратила внимания на одного парня, который был со своими друзьями. Ой, он посмотрел на меня. Он идёт, он идёт. Так, только без паники. Делай вид, что ты читаешь. Привет, может познакомься, меня Максим зовут. Так, делай вид, что тебе всё равно. Да, давай, я с радостью. Дура. В итоге мы с ним познакомились и долго общались. Он был таким милым и интересным. Мне кажется, я влюбилась с первого взгляда. После этого он попросил мой номер и обещал позвонить. Мы попрощались, и я пошла домой. Дома я только и думала о нём. И хотела быстрее встретиться с ним. На следующий день он позвонил. И я быстро побежала к телефону. И взяла трубку. Алё. Мы договорились с ним о встрече. Я была очень рада, ведь он мне действительно понравился. Вечером мы встретились. Мы гуляли. Качались на качелях. И он рассказывал свои истории. И мне было так интересно их слушать. Ведь так увлечённо, как он, никто не рассказывал. Или мне так казалось, потому что я повсю в него влюбилась. Все следующие дни мы проводили с ним вместе. Мы катались на велосипедах. Смотрели на звёзды. Встречали рассвет. Общались с ним по ночам по телефону. Зайка, я обещаю, я исполню 5 твих желаний. Я люблю тебя. Я тоже тебе, малыш. Правда, иногда он играл в игры на компьютере. Малыш, может пойдём погуляем? Ну, малыш, ну что ты нашёл в этой игре? Зайка, ну ты серьёзно. Это же War Thunder. Это самый крутой военный экшен, где можно управлять самолётами, танками и огромными кораблями. Сбивай истребители, взрывай танки и уничтожай крейсеры торпедами на воде. Только подумай, War Thunder больше тысячи единиц военной техники и десятки живописных локаций по всему миру. И что, прям так захватывает? Да. В War Thunder нет полосок здоровья. Ты можешь обезвижить танк врага, подбив ему гусеницу. Или потопить эсминец метким выстрелом в боекомплект. И несмотря на топовую графику, игра отлично оптимизирована и подойдёт даже на не очень мощном ноутбуке. А также тут очень быстрый матчмейкинг, и тебе не придётся долго ждать начала нового боя. Побеждай, выполняй миссии и получай награды. А скачать бесплатно War Thunder можно по ссылочке в описании и получить ещё крутые бонусы. Ну ладно, ещё чуть-чуть и пойдём гулять. Да, конечно. С ним я правда была счастлива. Пока не случилось это. Когда я возвращалась домой после того, как мы погуляли с Максимом, я услышала, что позади меня кто-то идёт. Я обернулась, и мне что-то плеснули в лицо со словами, чтобы больше не подходило к Максиму, он должен быть только моим. Мне было очень больно. Я потеряла сознание. Эй, подруга, с тобой всё в порядке? Здравствуйте, можно, пожалуйста, скорую помощь? Очнулась я уже в больнице. Я не понимала, что происходит и что случилось. И всё моё лицо было в бинтах. Через пару дней меня выписали. Я наконец-то ехала домой. И все мои мысли были только о Максиме. Быстрее бы его увидеть. Когда я приехала домой, я стала ждать свою подругу, чтобы она аккуратно сняла бинты с моего лица. Несмотря на то, что с ними мне надо было ходить ещё неделю. Но я очень хотела увидеть Максима. Когда подруга пришла, она стала медленно снимать их с моего лица. И когда она увидела моё лицо, она ужаснулась. Что с ним? Что с ним не так? Она дрожащими руками дала мне зеркальце, чтобы я посмотрела. И когда я увидела себя, я стала плакать. Это было совсем другое лицо. Не моё. Так прошло три дня. Я очень боялась, что когда Максим увидит меня, он испугается. Но я всё равно встала и пошла к нему. Ведь он говорил, что любит меня. Когда я стала подходить к тому месту, где он сидит со своими ребятами, увидев меня, они сначала испугались. А потом стали смеяться и фотографировать меня. А когда Максим увидел меня, на нём не было лица. И он сказал мне. Ты мне больше не нужна. Я не могла поверить, что он это сказал. Я в слезах побежала домой. И ненавидела его за эти слова. Неужели он любил меня только за внешность? Все следующие дни я сидела просто дома и не знала, чем себя занять. Все мысли были только о нём. Я была уверена, что он скоро соскучится и позвонит мне. Но он не звонил. И из-за этого я стала сходить с ума. Время от времени я следила за ним. Как он ходит в магазин. Как гуляет с друзьями. Как идёт домой. И хоть я всё время видела его, мне нужно было, чтобы он любил меня. Я готова была сделать за это всё, что угодно. Даже продать душу дьяволу. Что я и сделала. В своём подвале я нашла старую книжку своей бабушки, которую считали ведьмой. Я взяла её и вылезла из подвала. И стала искать заклинания, чтобы призвать дьявола и продать ему свою душу за желание. Но книга была пуста. Как же так? Тогда заклинание само появилось. В нём говорилось, что нужно расставить шесть свечей. Нарисовать пентаграмму и произнести три раза слова из книги. Потерпи, Максим. Скоро мы будем с тобой вместе. Скоро ты вспомнишь, как ты любил меня. О дьявол, я отдаю тебе свою душу. За то, чтобы Максим мне сейчас позвонил. И вспомнил нашу любовь. И мы были бы с ним навеки вечные. И мне стали звонить. Только не он. Оказывается, эти парни выложили мою фотографию в интернете с моим номером. И подписью «Ну и уродина». И теперь ко всем, кто мне звонит, я прихожу во сне. В надежде, что это окажется Максим. Теперь ты знаешь мою историю. Хочешь позвонить? Привет. В этом видео я спрятал две пасхалки в виде сердечка. Если ты поставишь под этим видео лайк, подпишешься, нажмешь на колокольчик и в комментариях напишешь время, где ты увидел два сердечка, то станешь участником моего розыгрыша, где можно выиграть любой пак стикера в ВК. Победителя узнаем в следующем видео. А с вами был Влад Май. Всем goodbye. А в прошлом видео сердечки были на двери и на стене. А победителем стал Паук-32. Поздравляю тебя.